Приветствую вас, мои родные, любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе, отцы, матери. Всем желаю радоваться и веселиться в Господе нашем, Иисусе Христе, сущем над всем благом и неизменяемым в Слове Своем, нашим Творце, Создателе и Попечителе. Иисусе Христе, хотел записать ролик о таком плоде духа, как смелость. И вот я хотел бы поделиться с вами, может быть, кому-то будет полезно. На самом деле смелость, одно из, ну, как свойств, мы же знаем, что любовь – совокупность, совершенство. Вот одно из свойств и природ человека является смелость. И это очень важное качество для человека, на самом деле. Мы видим, каким смелым был Господь наш от начала того, как Он явился на Землю, ну, и кончая тем, как пришлось Ему закончить земное путешествие. Мы видим, как апостолы действовали, когда они исполнились Духа Святого. Я вам хотел просто сказать, что смелость – очень важная черта и характеристика человека, она есть у всех, да, и мы либо Ее, как одной из свойств Духа, либо угошаем, либо возгреваем, либо накачиваем эту мышцу, либо, наоборот, одрехлеваем. И смелость для познания Бога очень важна, потому что об этом, вы помните, сам Господь говорил все время и постоянно, чтобы мы были смелыми, не боялись. Потому что, и в чем смелость? Я хотел сказать не о внешней смелости, даже не перед внешними скорбями, как в Писании Господь готовил своих учеников и всех Его будущих, последователей христиан, всех нас с вами. Уж, конечно, у нас будут внешние скорби, причем именно от людей, и в гонениях за христианство, и просто за любовь. Но я хотел поговорить о смелости духовной, о смелости перед Богом. Это смелость так, когда человек живет именно в Духе и в Боге. И вот то, я всем напоминаю вам всегда, 12 глава, и она богослова, заканчивается такими словами, когда Господь уже, когда вся элита фарисейская, народ уже обезумивал, и уже не только положили убить Христа в сердце своем, и не только в сердце, но и на деле уже там дали приказания, но и когда Господь воскресил Лазаря, уже и Лазарь готов был любить, как явное свидетельство чуда. Ну, в общем, полное помрачение ума наступает. Господь уже, как предзнаменование конца, изрек такую фразу, да, что если даже кто услышит слова мои и не поверит, я его не сужу. Если даже услышит и не поверит, я не буду его судить, ибо я никого не сужу. Но слово мое будет судить этих людей. И вот вы знаете, как всегда, синодальный перевод или русский, да и многие другие переводы, конечно, на самом деле, если читать вот так слово и слово, это тавтология чистой воды, и даже Христос может показаться безумцем, да. Вот. Человек мыслящий понимает, что что-то тут не совсем вяжется. На самом деле, в греческом языке стоит два разных слова. Если первое, два разных значения этого. Если в первом, как бы, случае, в первом части предложения, когда стоит, когда говорит, Господь говорит, что слово, которое услышит, там стоит слово, если я правильно запомнил, надо запомнить, ремата, да, греческий так произносится, то есть это слово написанное, изреченное устами, ну, или потом зафиксированное, речь, изречение, ну, такие смыслы, да, то есть, понятно, бумажка. То второй раз Иоанн Богослов, когда Господь говорит, что не это слово, если дальше человек услышит это слово, слово проповеди о Христе, слово Божье, любую притчу, прочитает Евангелие или там Библию, и не поверит, Господь не судит такого человека. А если он не поверит и не будет слушать Логос, там стоит греческое слово, это Логос, когда все время употребляется, это имеется в виду Божья природа. Это ум Отца, ум Божий, то есть, а ум Божий есть Бог. Вначале был Логос, то есть ум, премудрость, и ум был у Бога. Ну, понятно, Бог без ума не бывает, без премудрости, без мысли. И эти мысли, это Логос и мудрость, это и есть Бог. Ну, в общем, Бог един-то. Да, это вот, и мы его образоподобие, мы можем понять, кто такой Бог. То есть, это мыслящая сущность и мыслящая всегда добро. Вот кто такой Бог. Поэтому этот Бог, этот Логос, Иоанн Богослов вначале Евангелия говорит, он просвещает всякого человека. Он дает ему жизнь и, естественно, дает ему свет. И этот свет есть жизнь человека. И поэтому очень важно всегда это помнить. И вот Господь о чем говорит? Это то же самое, что Он в других местах или в Евангелии говорит, что кто даже сына человеческого похулит, то есть, меня вот во плоти опять прочет Евангелие, услышит от кого-то, что Бог стал человеком. Он говорит, это все ерунда. И это простится человеку. Но тот, кто не будет жить по голосу, по Логосу внутри сердца, по своей природе, который я, Бог наша природа. Любовь, природа, бытия, это знает каждый. Это знает ребенок, который, родившись, пьет молоко из груди матери. Он это знает, когда после отрывает материнской груди, он питается более мягкой пищей, нежной. Он это знает, когда уже родители ему подают более грубую пищу. Его одевают, моют, ласкают, веселят, утешают, исцеляют. Мы все знаем, что такое любовь. Мы знаем, что любовь – природа, бытия. Мы любим ближних, мы любим родителей, мы любим детей, любим друзей, любим природу, любим растения, любим еду, любим веселье. Мы все что-то любим – любовь, природа, бытия. И поэтому Бог судить будет только внутренний, Бог сердцеведец, не зря они так говорят. И судит Он только по мышлению сердца человека, ничего более. И поэтому Бог не будет вас судить ни по каким правилам, ни по каким канонам, ни по каким бумажкам. Он сам это сказал. Он будет судить тебя по помышлениям сердца твоего. Поэтому чистые сердца, что значит чистые? Чистые не пустые, а чистые, значит, чистота, мы понимаем. Есть грязное белье, есть чистое белье, кровать, допустим. Есть грязная рубашка, есть чистая. Поэтому чистота – это не отсутствие бумажки или белья, это лишь свойство бумажки или белья, или еще чего-то. А то многие чистые сердцем подразумевают, как будто пустота. Нет, это не пустота. Это божье состояние, это мысли, всегда мысли светлые, святые, чистые, добрые, любвеобильные. Все эти слова одного порядка, божественные и так далее. Поэтому только чистое сердце Бог вызывает. Поэтому чистота сердца – это прежде всего открытость перед Богом. Когда ты живешь то, что говорит тебе Бог, ты можешь ошибаться на это. Ты же анализируешь что-то в жизни. Ты возрастаешь. Мы как растем дух телесно, так же мы растем и духовно. И вот поэтому прежде всего, чтобы вырасти духовно, надо прежде всего быть честным перед Богом. Это обязательно. Это надо жить так, как ты думаешь. Как ты думаешь. Не как тебе люди говорят. Не как тебе говорят какая-то бумажка. Даже Евангелие, в котором куча опечаток, куча описок уже, подлогов. Да, мы сличаем с этой бумажкой. Мы радуемся, что у нас есть эта бумажка. Евангелие, Библия. Но надо помнить, Бог тебя будет судить не по бумажке. Он сам это сказал. Я буду тебя судить по помышлению сердца твоего. Как ты любил ближнего и как ты уповал на меня. Потому что слово «вера» в Писании уже к верующему всегда подразумевается как упование. Там эти слова употребляются синонимично. И слово «как вера», как просто «поверьте в меня», «примите меня». Это употребляется к людям, еще не верующим, не принявшим Христа и Бога. Что для верующего уже потом одно и то же. Поэтому прежде всего надо жить так, как тебе говорит Бог. Это очень важно. Не надо бояться. Не надо бояться поверить во Христа, исповедать Христа. Даже если вы были приобщены к какому-то культу, не к собранию, не к церкви. Церковь – это собрание верующих людей во Христа, любящих ближнего, уповающих на Бога. И какому бы вы культу не принадлежали, если вы с чем-то не согласны, не бойтесь об этом говорить. Если вы лицемерите, лебезите, лукавите, живете с закрытым сердцем, Бог же видит каждую секунду. Если у вас что-то поколебалось, не бойтесь сказать об этом Богу, во-первых. Господи, что тут не так? Я же чувствую, что ты меня обличаешь. Делайте так, как вам говорит Бог. Говорите то, что вам говорит Бог. Не обижайте никого, да, не судите, не обличайте. Но, как Павел говорил, если вам говорят делать противное Богу, не поступайтесь ни на стопу ноги. Не надо никого обижать, просто отойдите, как делал Господь. Он отходил, откуда его гнали. Но учение своего он не мог изменить. Он говорил, если я буду подобный вам лжец, если я скажу, что я не Бог. Если я скажу, что творить добро – это плохо, в чем вы все время обвиняли. Он говорит, в чем вы хотите меня обвинять? В каком добрым деле укорить? Сами свидетельствуют. Не за добрые дела хотим, а за то, что ты вот богохульничаешь. Себя называешь сыном. Мы все дети Божьи. Он говорит, что они читали. Я вам это сто раз сказал. Начиная от книги «Бытия», где сказал, что вы образ и подобие мои. И заканчивая моим собственными словами, и посерединке всеми писаниями, где ни разу действительно говоришь, что ты образ и подобие, ты мое чадо. Так что прежде всего надо жить по совести. Как ее называют, я не люблю это слово, его не существует в Библии. Нет ни разу этого слова в писаниях Ветхого Завета. Есть голос Божий. Мы живем с Богом. Нет никакой совести. Есть голос Божий. Мы живем либо с Богом, с живым, либо Он для нас мертвый. Почему люди, живущие по совести, и живут непонятно как. Это слово стали употреблять неверующие люди, кто в Бога не верует. Придумали это слово, что типа есть какой-то закон нравственности в человеке. Об этом философы там толмудами переписали. У верующего нет никакого закона нравственности. Есть Бог, который есть Дух, который есть Любовь, и который есть Христос, потому что мироздание, бытие и видимы и невидимы. Есть лишь грань между этими мирами. И природа, и материя, и невидимая совечна всегда. Раз Христос о себе в теле сказал «Я есмь», значит, мироздание было, есть и будет всегда. Есть лишь грань, тонкая грань, никому не веданная между видимым и невидимым. Все. Вот вся природа бытия. И оно было всегда. В каком виде нам неизвестно. Не мы сущие, мы лишь создание. Поэтому я призываю жить откровенно. Если вы пошатнулись в чем-то, идите туда, куда вас влечет Бог. Бог не злодей, Бог не судья, Бог не какой-то там насмехающийся злостный дядька. Вот ты сейчас в руки бесам попадешь. Вдруг кого? Ты вот слушай этих, да ты скорее бесам в руки попадешь, когда ты будешь всех на свете слушать. Бог любит тебя, Бог наш отец, Бог наша мать, Бог все, наш родитель в образе. Бог и так, и так нам в Ветхом Завете говорил, как только не представлялся. Ни в каким бесами он христианину, как и Адаму, была власть дана над черной силой, хотя которая была создана тоже светлой. Но кто любит Бога, кто в его руке, ему ничего не будет. Не бойтесь в этих страшилок. Кто идет за Богом, Бог кого тебя, он любит тебя, он кому тебя отдаст, он тебя и так бережет, и слева, и справа, и снизу, и сверху. Если ты идешь к нему, никто к тебе не прикоснется, никто тебя не тронет, ни в видимом, ни в невидимом мире. И я говорю, не слушайте эти лукавые лжеучения. Кто любит Бога, того власть Божия, мы дети Божьи, ничего нам не будет. Если ты будешь падать, ты будешь падать только от своих грехов. Если ты осуждаешь, если ты лукавишь, ненавидишь всех, тогда тебя Бог будет отдавать. Ты сам будешь с этими бесами соединяться. Человек, идущий верным путем за Христом, прямым путем, прямым путем, поначалу, как Господь пугал, крестным и тяжелым, путем заповедь, а заповедь его одна. Но в этом мире можно разделить на две, потому что Господь специально вознесся от нас, видимо, то есть это упование, это именно вера деятельная, выражается она в уповании на Бога, всегда и во всем. Что Бог тебе даст знания, что Он тебя напитает, что Он тебя увеселит вином, что Он тебя исцелит, что Он тебя защитит. А если мы уповаем на человека, человек мне даст знания, человек меня накормит, человек меня повеселит, человек меня защитит ядерным щитом и пушкой в руках От моих же братьев По плоти всех на свете, на земле людей Если люди меня исцелят А любить я буду Бога Как его любить невидимым? Я люблю Бога Я Богу буду молиться, Богу буду поститься Богу буду в храм деньги носить Богу ничего от тебя не надо На Бога надо уповать, потому что это надо тебе Он источник, ты потребитель Так прилипись к живому источнику А любить надо людей Бог сказал все время Я в каждом человеке Любящий меня любит ближнего Ну как его любить, если он вознесся? Нам остается любить только ближнего Христа нет с нами Поэтому эта смелость очень важна Очень важна Именно эта смелость Жить в Боге И даст, откроет тебе глаза Ты будешь гоним, ты будешь поносим Ты будешь непонимаем, но ты будешь со Христом Найдутся люди, которые Бог сказал, кто за мной пойдет И оставил все это Земли даже Родителей, друзей, непонимающих Обретет еще тысячи Земель, родителей, друзей И на этой земле сказано И там А уж там тем более Поэтому не бойтесь Ничего не бойтесь никогда Будьте откровенны Чисты сами с собой Бог в вас Вы его не обманете Все эти учения Человеческие Вы должны жить По логосу В сердце вашем Если уж Не верующие До покаяния Язычники Так живут люди Ты уж тем более Христианин, который знает Что Бог Есть Как это Всегда в Писании Говорят Бог живой Все, ты принял Христа Дух Святой Логос Все его дары Все, теперь ты спокойно Держишь Господи, веди меня Прямым путем Что мне делать Как мне делать Подскажи, как здесь Как здесь поступить И заповедь мы знаем Любить ближнего Там и спрашивать у Бога Ничего не надо Никому никогда не отвечай Злом на зло С ругательством на ругательство Все очень просто А уповать я всем говорил Это очень важно Но если честно Это по силам Хотя Господь сам К этому все время призывал Ибо это тебе нужно Ты сам будешь счастлив Ты будешь жить в Боге Богу твои Пустые молитвы не нужны Богу нужна жизнь в нем Если ты все на него возложишь Все свои Все свои заботы Как он сказал И Хлеб, как он преломил Показал, что он источник жизни Радость тебе даст Как он показал В образе вина Сотворив на свадьбе Он тебе исцелит Ибо показал Что он над всем властелином Он тебя защитит Он показал Что он над всеми силами И над всеми людьми Имеет власть Ибо Никто при Христе Не пострадал Сколько раз их хотели убить Не только Но и учеников На них покушались Не раз Это же видно И он сказал Он же сам свидетельствует На прощальном ужине Что никто Господи Которого ты мне дал Не пострадал Я всех сохранил И дальше прошу Чтобы все были в сохранности Никто нас не тронет Если воли Ничего в мире не происходит Господь сказал Волос с головы не упадет Волос Птица не падает На земле Без его воли Ничего с тобой не будет Я посылаю тебе Ровно столько Если есть скорбь Только для того Чтобы накачать Твую мышцу Терпение Вот зачем скорбь Бог же не может Да Бог тебе зло Не посылает болезнь Но хочешь Чтобы ты Стал терпеливым Ради любви к ближним Не просто так Само все терпение Ничего не значит Можно тело отдать На сожжение Все имение раздать И быть самым Супер терпеливым Иметь всю веру Которую гору Переставлять Если это не ради Любви к ближнему Не имеет это Никакой смысл Поэтому если даже В одиночестве Или в индивидуальном Терпишь какую-то скорбь Представь что ты терпишь Это зло от ближнего Ты просто качаешь мышцу Мышцу невозможно Накачать без нагрузки Поэтому Господь посылает Порой скорби Как бы от себя В твоей болезни Никакой человек не виноват Получается она Либо от Бога Либо от бесов Ну тогда что же Бог не управляет бесами Конечно управляет Он попускает Чтоб ты накачался Чтоб когда тебе будет Уже ближний Причинять тебе боль Духовную Телесную Ты все стерпел Терпение это мышца Такая же Такая же мышца Такое же свойство Души Как и у тела Есть свои свойства Сила Скорость Мягкость Гибкость И все прочее Терпение Терпение Одна из свойств Одна из добродетелей Как это говорит Души Одна из сторон Ее природы И все это в совокупности Ради любви Это и совокупность Совершенств Всех этих Природных качеств Души Ее мышц И делает тебя Совершенным Во всем Поэтому будьте смелы Смелы Всегда и во всем Но смелость Это должна начинаться С внутренности Со смелости Перед Богом Стоять в чистоте Чистым сердцем Господи Все что ты меня будешь Обличать в жизни Показывает добро и зло Я буду у тебя учиться Я буду поступать Я не буду бояться Не надо стесняться Хоть вы 10 лет Пробыли там В заблуждении В каком-нибудь Кривославии Мы же все покаялись Христиане Мы искренне исповедуем Кто меня знает Я уж не раз О своих грехах Говорил до покаяния Свидетельствую Что именно поэтому Бог любит Я о своих грехах Говорю не для упивания И не для еще о чем-то А чтобы прославить Господа О тех страстях Которых Он избавляет Как Он меняет природу Твою Это действительно поражает Мы этим прославляем Господа За что ты прославишь Если ты праведник И Господь тебе ничего не дает Ты прославляешь Потому что ты грешник И Бог любит тебя Бог именно любит Жертвенной тебя Любовью Ничего тебе не поминает Ни за что тебе не мстит Вместо того Чтобы замстить Он тебе еще больше Осыпает По идее Ты в покаянии Надо принять Надо принять какую-нибудь Тепетимью А все свидетельствуют Что после крещения Благодать наступает Человек летает Дела любви творит Радость в душе Мир Долготерпение Готов тело отдать На сожжение Человек Духу святого Кто действительно Крестится по-настоящему От слова Это могло Никакого быть Внешнего Образа крещения Но внутренний человек Крестился Действительно Когда-то Познав Писание Познав Евангелие Покаявшись В своей жизни Все При чем мы стесняемся И дальше мы растем О образ Роста духовного Пронизано Все Евангелие Вся жизнь И так понимаем И всеми людьми Мы все растем Потихоньку Посмотрите на апостолов У апостола Павла Иоанна Богослова Всегда этот лейтмотив Возраст Детского Юношеского Оторческого Мужеского Старческого У кого там какие Не бойтесь Если вы выросли Из этих одеженок Глупо В 20 лет Подгузники Надевать Подгузник Гош Малому ребенку Пустышка В рот Если мы выросли Из этих Подгузников Оденьте Взрослую одежду Свобода Лейтмотив Всех посланий Апостолов Жизнь Свободи Где есть палка Иоанн Богослов Хорошо сказал Где нет свободы Там нет любви Там нет совершенства Где нет свободы Там страх Там рабство Кто вам проповедует Палку Если вы кого-то Себе в палку Сами взяли В руководители Вы ничего не познаете Вы не познаете Ни себя Ни других Ни Бога Познать себя Можно только В свободе В анархии Так скажем И прийти в совершенство Покаялись Тот голос Тот голос Который от нас От детства Мы называем Теперь Христом Покаявшиеся А то Что в нас Колебаниями Была любовь Не любовь В ближнем Сегодня мы любим Завтра можем Послать подальше Христиане уже Не колеблются И никогда уже Не посылают И даже на зло Отвечают Добром То есть Творя любовь Вот и все По этому поводу Смелости Я хотел Чтобы вы Услышали меня Я живу смело Ничего не боюсь Никогда Ничего не боялся Ни духовных Боюсь только одного От жизни От пасти Которая есть Христос Всегда боялся До покаяния Потенциально Чувствую это Где-то В окроме душе То что ты бессмертен Ты знаешь С детства А вот то Что это бессмертие Может быть Вечными муками Грубо говоря Или вечной радостью Это тоже чувствуешь Поэтому Когда ты Прилепился К источнику Пошел В дом отче У тебя уже Нет никаких страхов Поэтому Ничего не бойтесь Не бойтесь Ничего невидимого И ничего видимого Будьте чистны С собой Все эти культы Все эти учения Человеческие Что религиозные Что мирские Это все Бредятина Чистой воды Мы все Туда отойдем Сегодня-завтра Никто не знает Какое счастье Отойти туда С чистым сердцем С надеждой И радостью Увидеть Господа нашего Который Оказывается Не какой-то Аллах Невидимый А видимый Настоящий Сущий Бог Которому Сделать ничего Ничего нельзя Его убили Убили А он живой Бог есть Его убить Невозможно Он это явил Явно Его невозможно Убить Даже как В греческих мифах Боги боялись Сами признавались Воплотиться В очеловечества Что нас убьют Нашего Бога Даже В очеловече Оказалось Невозможным Убить Ибо он Есть Он Сущий Он просто Есть Он есть То что Он есть Все Все вокруг Есть Бог Альфа и Омега Первый и последний Начало и конец Путь Истины Так что Кто хочет Обрести Свободу И счастье Будьте Смелы И честны С собой Поймите Что Бог Внутри вас И он Не далеко От нас А близко К каждому Из нас Вы просто Не представляете Эту близость Кто ее Не переживал Хотя вы Все ее знаете Мы просто Не хотим В этом Признаться Самим себе Нам страшно А что страшно Если это Любящий Отец Мать Брат Жених Как только Господь Себя не показывает В каких только Образах Так что Будьте смелы И будьте счастливы А убивающих Тело Вообще Не бойтесь Господь Сказал Ну и пусть Не убивающих Которые будут Вас Доносить Лишать Чего-то Какие-то Ваши Там даже Друзья Не бойтесь Быть честными Самый Суд Страшный Это суд Логоса Христа Который В каждом Из нас Причем Именно Личностный Христос Перед которым Стыдоба Становится Когда ты Грешишь Когда ты Не уповаешь Когда ты Не любишь Так что Вот так Вот Это очень важный Момент И мне хотелось Вам Об этом В свободной Форме Вот так Вот сказать Посмотрите На Христа Посмотрите На апостолов Это Какой-то Христос Бог Наш Конечно же Но Он есть Бог Но и Мы его Образ И подобие Поэтому Он Несломимый Алмаз Какой он был Смелый Красивый Все его поступки Ни перед кем Он не присмыкался Помните Сами о нем Свидетельствуют Знаем Ты Нелицеприятен Не смотришь Ни на какое лицо Сколько пытались Подлавливать Ему все равно Он любит всех Но не поступает С истиной Вот Но за эту истину Никому голову не рубят Когда его лично Не принимают Он Бог Ладно там В книжку Не верят Вашу проповедь Вот он Сущий Бог И его отвергали И он никому не рубил Никого не убивал Он наш создатель Он ждет нашего покаяния Каждого из нас Все мы его дети Поэтому не вздумайте Никогда Какому-нибудь ближнему Рубить уши За истину Это страшный грех Он твой брат Он твоя сестра Бог наш отец Покажи ему любовь Приведи его любовью Как Христос Приводит нас К отцу небесному Хотя этот образ Он отец одно Господь что к себе Привлекал Любовью Этой красотой Этой мужественностью Радостью Миром Всемогуществом Конечно же Ибо показывал Что имеет власть Над всем Но к отцу небесному Приводил любовь И в оконцовке Явил эту любовь Даже на кресте О кресте Говорить не могу Сердце разрывается Наполняется Исполняется Сердца наши Духом любви Так что вот так вот Ну все Всех храни Христос Все исполняйтесь Духом святым Возгревайте дух Дух не угашайте А взгревается он Делами любви Упования Радости мира Веры, долготерпения Кротости Всеми-всеми делами Добра и святости Ну все Всех храни Христос Во Христе Целую Обнимаю Нежно целую Как и апостол Павел Любите друг друга с нежностью Так что всех во Христе Нежно целую Крепко обнимаю Всеми вами дорожу Чем могу Помогу Кому нужна какая помощь Всегда обращайтесь И духовно И телесно Чем смогу Всем послужу Ну все Пока-пока Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...